Георгий Георгиевич Георгий Георгиевич Георгий Георгиевич Георгиевич развивает уже и в других областях действительно достаточно полное развитие. Это рутинная уже практика криохирургической методики выполнения лечения у пациента с различными локализациями, не только те, о которых мы сегодня будем говорить. Ну и немного истории о криотерапии. Хотелось бы сказать о том, что на самом деле эта методика действительно очень давно развивается и не настолько обширна, как хотелось бы, конечно, чтобы эту методику использовали. Впервые в 1961 году было проведено исследование Купером и действительно было показано, что имеется очень хороший эффект воздействия на ткани и особенно в использовании это в нейрохирургической практике. На самом деле в нейрохирургии действительно тоже очень широко используется эта методика и она имеет достаточно хороший успех. Первое криогенное устройство было предложено именно им в 1961 году. Хотелось бы сказать о том, что действительно огромный вклад внес Александр Иванович Пачес в лечение пациентов с опухолями головы и шеи, а в частности это криогенная методика. Александр Ильич. Простите, Александр Ильич, да. Александр Ильич. И хотелось бы сказать о том, что очень большой вклад, именно несмотря на то, что он блестящий хирург и настолько обширно понимающий проблему лечения пациентов с опухолями головы и шеи, отдельную нишу занимала криогенная методика. Александр Ильич, да. Александр Ильич, да. Александр Ильич, да. который никаким образом не препятствует движению языка. И, в общем-то, очень хороший результат, несмотря на то, что мы не привыкли видеть пациента к риохирургическому воздействию при данной локализации. Но, несмотря на это, наши авторы представляют хорошие результаты. Период наблюдения при такой локализации, как видите, достаточно высок. Кто-то, кто занимается обхорем головы и шеи, понимает, о чем мы сегодня говорим, это 5 лет, это достаточно большой и хороший результат. И рецидив был представлен у 11 пациентов. Еще одна интересная работа, о которой хотелось бы сегодня сказать, и, в частности, в 1968 году она была представлена, была и опубликована в журнале «Хирургии методика», в которой говорилось о том, что пациенты были лечены этим методом. И, в частности, эти пациенты, у которых локализация располагалась в полости рта, с большим, с хорошим результатом. И представлены из слайда, как видите, были пациенты включены предраковые заболевания и также плоскоклеточные раки слизистой оболочки. На данном слайде представлен пациент слизистой оболочкой левой щеки. И через полтора месяца это заболевание, которое также лечится достаточно успешно этой методикой. Ну и на данном слайде представлен пациент с опухолью плоскоклеточный рак слизистой оболочки. Отдаленный результат, как видите, хорошим результатом, нет признаков рецидива, у пациента очень хороший результат. Исследование, которое хотелось бы представить также нашими коллегами из Китая, это 10-летний период наблюдения у пациентов с опухолью языка. И, как видите, у нас также развивается это направление, у нас есть научная работа, которая ведется достаточно успешно. Мы продолжаем работу. У пациентов с плоскоклеточным раком была проведена методика данная у 47 пациентов. И также обратите внимание на то, что через три недели у пациента было выполнено фасциально-футлярное иссечение, о чем хотелось бы тоже, конечно, отдельно поговорить, поскольку у нас, хирургов, все-таки есть свое понимание проблемы распространенности и лимфоотока. И это отдельная работа, которая также ведется. И выполнение или невыполнение, наверное, мы сегодня будем дискутировать с Георгием Георгиевичем по поводу этого вопроса, а может быть будут в чате вопросы, необходимости выполнения лимфодиссекции или без выполнения наблюдения. Период наблюдения в данном исследовании составил 10 лет. Также были включены пациенты, которые были включены, где до 90% остались в наблюдении. Ну и 3-5-летняя выживаемость составила 72 практически процента. То есть они подтвердили то, что данная методика является, в общем-то, высокоэффективной и безопасной. На самом деле, то, о чем мы сегодня, чем мы занимаемся, мы используем не только аппликационные криозонды, мы используем и зонд, который был разработан коллегами Георгия Георгиевича, это и малые инвазивные системы. И если исторически вернуться, и каким образом это происходило, минуя, говоря о других странах, производились в различных странах, где-то был успех получен с этими криозондами, где-то все-таки были доработки. Но на самом деле, как видите, история достаточно обширная, и с 60-х годов уже удавалось использовать криозонды и достаточно успешно в различных странах. Самая большая проблема, о которой также говорил Георгий Георгиевич, это то, чтобы создать систему, которая располагается внутри криозонда. И поскольку этот зонд, он должен обязательно обладать различными способами, методами и возможностями, скажем так, так как очень низкие температуры, должно быть оттаивание, эти зонды должны выдерживать и ту, и другую процедуру, достаточно сложно в формировании и создании этих зондов. Поэтому такой длительный период наблюдения и, скажем, моделирования этих зондов, потому что есть определенные сложности для его создания. О чем хотелось бы также сказать, что ультразвуковая диагностика очень важна для того, чтобы определить ледяной шар. О чем говорил предыдущий докладчик, имеется очень большое понимание должно быть у хирургов, которые выполняют данную методику, поскольку мы можем располагать эти ледяные шары путем воздействия на опухолевые ткани, эти ледяные шары могут находиться в зоне и близко к магистральным сосудам, поскольку это шея, и там очень достаточно маленькое место. Могут быть различные органы, которые можно в области полости глотки находиться. То есть мы должны обязательно контролировать этот ледяной шар. И на самом деле действительно ультразвуковая диагностика достаточно полно показывает и помогает нам в выполнении данной методики. Мы ее очень тщательно используем, чтобы не повредить, не навредить больному. Что мы используем, это криотерапевтическую установку, систему МКС, которая вот также говорила о том, что была разработана Георгиевичем и его коллегами. И мы тщательно ее бережем, используем, используем в труднодоступных местах. На сегодняшний день она используется не только, как мы начинали, при ротовой полости и в области головы и шеи. На сегодняшний день она используется в других органах, это и почкам выполняется, и кости производятся. То есть сейчас, на сегодняшний день, она имеет очень достаточно большой спектр выполнения данной манипуляции. Ну и криозонды, которые представлены также справа на слайде. Также мы используем криодеструкторы стандартные, ну и аппарат Кросса, который также один из разработок Георгиевича, который также нам на самом деле нравится в использовании, очень удобен. Ну и причина рецидива после криовоздействия, это самый важный вопрос, который хотелось бы и задать и Георгию Георгиевичу, поскольку он на самом деле очень долго занимается этой наукой. И хотел бы сказать о том, что мы столкнулись с такой ситуацией, когда видели, что у части пациентов имеются опухолевые клетки. Каким образом мы это получили, у нас расскажет Семён Сергеевич. Семён Сергеевич выполняли гистологическое исследование некроза тканей после некректомии. И для нас было удивление, что единичные опухолевые клетки уже через несколько дней, они всё-таки выявлялись при исследовании гистологического материала. Это для нас было, конечно, очень интересным открытием, хотя вот по работам, и в том числе в работе Александра Ивановича, говорится о том, что неполный охват может быть, хотя мы контролировали этот охват, но ещё и существует креоустойчивость отдельных клеток. В частности, конечно, речь идёт больше о плоскоклеточном раке, поскольку базально-клеточный чаще всего, конечно, подвергается, и устойчивость у него намного ниже. Тут же, опять же, мы коснёмся рецидива, и почему могут возникнуть рецидивы, и если представить сканы из НСН, мы видим, что риск рецидива необоснован, они могут быть объяснены. И, как видите, зависит от того, какой размер опухолисти, в частности, от базально-клеточный рак рассматривать распространённость, была ли лучевая терапия, и рецидив возник по какой причине. То есть достаточно много есть факторов и понимания, но, в общем-то, для нас на сегодняшний день, несмотря на то, что мы плотно занимаемся криодеструкцией, есть определённые вопросы, на которые мы ещё не имеем ответов. Но я думаю, что в будущем мы, конечно же, некоторые вопросы, которые мы уже закрыли, и которые мы уже понимаем, где мы делаем ошибки, на сегодняшний день у нас есть вопросы именно в плане криоустойчивости данных клеток, и почему это происходит. Ну и, конечно же, тот вопрос, который всегда возникает для хирурга, что же выполнить, это криодеструкцию или всё-таки реконструктивно-пластическую операцию? Что же выберет хирург? И если мы сегодня, конечно, говорим о голове-шеи, здесь можно сказать о том, что расположение опухоли имеет очень большое значение для выбора, и чаша весов, которая здесь представлена, она действительно будет в пользу того, чтобы было более выгодно для пациента, и косметически выгодно, и без инвалидизирующих, конечно же, операций. Ну и если сравнивать угол глаза, и, как видите, у пациентки через 4 года после крио воздействия опухоль глаза достаточно сложное место, поскольку и глазное яблоко находится близко, и очень близко находится нижний край века, нижнего века, вернее, простите, находится очень близко к опухоли. И для нас на этапе только начала лечения и начала понимания этой методики мы, конечно, очень переживали и боялись брать таких пациентов, поскольку боялись, что заморозится глазное яблоко, или мы неправильно выполним эту криодеструкцию, появится рецидив, и тогда придётся всё равно делать операцию. То есть для нас было достаточно сложно, но какие-то 4 года назад наши доктора выполнили криодеструкцию, и достаточно хорошие косметические дефекты, появление белого пятна, и нет никакого рецидива. Несмотря на то, что у пациентки имеются множественные бацилеомы, которые в других участках кожи на протяжении 4 лет появлялись, и тенденция к появлению сама кожи, конечно, у неё присутствует. Ну и справа слайда, которым, в общем-то, можно сравнить с этой женщиной. Как видите, у неё аналогичная, очень близко к углу глаза и выполнение либо криохирургического воздействия, либо операции. Достаточно сложно сказать, что в этой ситуации. И, конечно же, это относительно пациента, каждого должно подбираться. И здесь давать какие-либо рекомендации, именно сделать так или по-иному, конечно, достаточно сложно. Нужно иметь опыт, наверное, всё-таки в выполнении и криохирургических методов, и реконструктивных методов одному хирургу должны обязательно иметь эти возможности. И когда человек умеет выполнять и то, и другое, только тогда объективно он может понять, какой метод лечения на самом деле здесь более приемлем для данных пациентов. И, как видите, эти пациенты также достаточно сложные. Это, конечно, пациенты запущены. И хотелось бы показать, что этих пациентов также можно лечить криохирургическими методиками. Достаточно сложно, но выполнять, если посмотреть на пациента слева, выполнять этому пациенту бесконечное иссечение, достаточно будет сложно. И перемещение тканей, и пересадка микрохирургической лоскутов. То есть пациент постоянно на фоне даже проведения лекарственной терапии прогрессирует. То есть у пациента есть склонность к появлению таких образований. Конечно, данная методика более приемлема. Ну и не могу не сказать о раке языка, поскольку будет отдельный доклад у наших коллег. И будет отдельно рассказано о том, как мы лечим вот такие опухоли в области языка. И достаточно успешно, с хорошим результатом. Конечно же, я хотела бы, конечно, указать на то, что криохирургическая методика, она очень плотна. И я могу сказать, что наравне с хирургическим методом лечения, с реконструктивной пластикой, чаша весов все-таки одинаковая. Поскольку мы занимаемся и тем, и этим, в некоторых моментах, конечно, можно выполнить и хирургические вмешательства. Но мы выполняем все-таки криодеструкцию, поскольку это лучше для пациента. И, в общем-то, эти две методики, они на сегодняшний день идут очень плотно рядом и параллельно одинаково, на мой взгляд. Если говорить о хирургическом лечении базальных клеточных, мы понимаем, почему мы эту методику и развиваем, поскольку есть и рецидивы, о которых мы говорили ранее. Есть различные методы выполнения и помокса операции. То есть мы можем говорить о многом. Но, как видите, отсутствие рецидива, представленное на слайде, выполнение каждой из этих методов имеет право на жизнь. Есть несколько, конечно, моментов, о которых мы не можем говорить. Я думаю, что еще последующий докладчик скажет об этом. Что методика выполнения криозондами, криохирургического вмешательства, конечно же, есть свои ограничения и противопоказания. Мы не можем говорить, что всем пациентам показано и возможно проведение данной методики. Она, естественно, не показана, как любая другая, для всех пациентов. И поэтому мы можем говорить о том, что на сегодняшний день у нас есть четкие противопоказания, которые представлены на слайде. И мы понимаем, что если мы не будем строго следовать этим правилам, мы можем причинить пациенту вред, нежели получить какую-то пользу. Ну и преимущества, о которых мы говорим, говорим о том, что действительно это очень удобно. Это удобно, это выполнение удобно для пациента, можно выполнить в амбулаторных условиях, можно выполнить и с комбинацией методик. То есть если мы говорим в комбинации хирургическое лечение, также здесь используется и криохирургическое лечение, одномоментно может выполняться. Можно выполняться криохирургическое в комбинации с лучевой терапией, с химиотерапией. и мы имеем эти результаты, они действительно очень хорошие. Ну и здесь, конечно, мы можем говорить о экономической составляющей, что на сегодняшний день является достаточно важной, и об этом нельзя не говорить. Ну и реабилитация, о которой мы также говорим, что пациенту быстро реабилитируется и хороший имеет результат. Выводы, которые хотела бы все-таки озвучить о том, что, опять же повторюсь, это индивидуальный подход пациенту, необходим индивидуальный подход. Необходимо, чтобы тот хирург, который занимается криохирургией, он понимал и мог четко решить для себя, какая методика будет для пациента более приемлема. Необходимо обязательно понимать о состоянии пациента, о его степени распространенности этого опухолевого процесса, потому что распространение местное и отдаленное, от этого будет зависеть метод лечения, выбор метода лечения. Ну и, конечно, мы понимаем, что имеется методика выполнения терапии при неоперабельном, метастатическом, это как опция дополнительной для лечения этих пациентов. Ну и также о том, о чем мы говорим и дальше будем говорить, у нас будут другие школы, о выполнении криохирургического вмешательства с опухолями, у пациентов с опухолями труднодоступной зоны, которые также могут в дальнейшем подвергаться дополнительному методу лечения. Спасибо большое за внимание.